На самом деле вращаешься, вращаешься, вращаешься к капусту. И поэтому, если ты не хочешь никуда вращаться, то достаточно полусровка еще, чтобы это сделать. Просто это не будет быстро, это будет плавно, аккуратно. Ну, реально отличается. Я в руках тогда заделал. Вот это вот расслабление реально приходит в руки, так сказать. Ну да, до нашего уходить. Согласись, что у тебя напряжение в руках очень большое. То есть ты в руках не забываешь. Знаешь, это было заметно еще на полу, когда приезжали, то есть у тебя получается хорошо расслабиться полностью, но тебе немножечко тяжеловато сделать напряжение в каком-то одном месте, не напрягая корпусе. Смотрите, если ты делаешь любое движение, даже очень хорошее, у тебя сразу есть напряжение в корпусе. Напрягаются руки. Вот. Либо расслаблять все. То есть тебе надо, да, расслабить все, просто сделать чуть меньше, потому что ты делаешь еще резко и немного. И поэтому у тебя включается рефлекс. Ну, например, если ты делаешь ногой, то обязательно проделешь корпус. Ну, это рефлекс. Потому что если сделать не спешат, то ты успеешь что-то пролезать, как-то выделить. Вот одна часть, а вторая останется тяжелой. Ну, почему мы постараемся разбить на части, да? То есть сначала напряжение, потом опять на вторую. Вот тебе надо нечто похожее убиваться. Просто немножко себя поделить на части, чтобы ты каждую часть культура делила. Ну, хотя бы на три части, да? Корпус, ноги, ноги. Ногами ты опёрся хорошо, ты чувствуешь воздух на правильных местах. Вот. У тебя есть некий прогиб в спине, который тебе очень-очень мешает. И очень часто кидаешь прогиб в корпусе, именно, да, в спине. Понимаешь, именно прогиб, это самое конкретное, что можно сделать, в принципе. Как-то напорки на этот прогиб, это самое первое. Что стоит делать? У нас этому научили. А зачем тебе научили? Я не понимаю, мне непонятно. Я всегда летал, вот, Игорь сам знает, я как-то вот ровно, у меня наоборот обратный прогиб был. У меня всегда делай прогиб, делай прогиб. Тебя учили такие люди, которые недалеко ушли от тебя. Минуточку, знаешь, что по слову прогиб. Тоже очень разное. Одно делал напряжение жопы, это одно. Выдел этот прогиб под совсем другое. Так вот, когда, например, вот это прогиб не очень большой. Хотя колени очень сильно провалят. По самому-то делю. Получается, спине он прогнулся, а в другом виде. Вот это, это одно движение. А вот это, совсем другое движение. Ты могу быть вот таким? Да. Вот смотри, вот в этот момент, когда буквально жопа взираешь обратно. Получается. Да. Но тебе чуть-чуть сделать потяжелее корпус, ты очень часто начинаешь его задирать. Поднимание поднимите. Да. То есть ты не... Почему у тебя руки? То есть рука должна быть ниже, да сейчас? Да. Она просто должна лежать. Но если вы поднимаете грудь, она больше не опирается на воздух. И что остается? Руки. Ты начинаешь давить руками, потому что тебе больше нечем лежаться за воздухом. Более того, ты теряешь площадь. То есть, если ты не лежишь на воздухе, то тебе балансировать, то особо нечем. Кроме рук. Но понимаешь, ты весь вес тела перекладываешь на руки. Более того, поскольку ты замешаешься на руках, ты тебе очень плохо начинаешь чувствовать. В нижней части. То есть, как бы одну за одну. Ну, прочи брюки, давайте посмотрим.